Ноя, так будет и в одни сына человеческого. Ели пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ноя в ковчег. И пришел потоп и погубил всех. Так же было и в одни лота. Ели пили, покупали, продавали, садили и строили. Как вы можете назвать вот эти вот все вещи одним словом? Я хочу задать один вопрос. Как вы думаете, есть, пить, жениться, выходить замуж, это греховно? Нет. А продавать и покупать, садить, строить, это греховно? Нет. А если это становится смыслом жизни? Если это становится центром жизни? Если это назвать словом материализм, и если люди живут ради этого, это греховно или нет? Это то, что было во дни Ноя и Лота. Люди заботились только о естественных вещах. Но во времена Ноя, я думаю, что еще не продавали и не покупали. Там написано, ели, пили, женились, выходили замуж. Но во времена Лота уже и покупали, и продавали, и садили, и строили. То есть люди заботились об материальной части жизни. И люди хотели больше и больше преуспевать в этом. Материализм. И материализм сам по себе не является грехом. Но люди, они ничего не замечали. То есть они были поглощены этим. И это то, что в наши дни стало доминирующим. И это то, что в наши дни стало доминирующим и в церкви. Кто из вас сталкивался с теорией преуспевания? Сталкивались, да? И вы помните основные постулаты этой теории? Бог хочет, чтобы у нас было все самое лучшее на этой земле. Лучшие машины, лучшие дома и так далее. Ну, это противоречит тому, что мы видим в жизни апостола Павла. И кто из вас слышал о такой концепции, что Евангелие нуждается в деньгах? Вы знаете, в Библии это ложь. Евангелие не нуждается в деньгах. Поэтому Иисус говорил своим ученикам, не берите поясов и денег. Потому что Евангелие, оно не нуждалось в деньгах. Евангелие нуждалось в делателях. И Иисус не говорит, молитесь о том, чтобы бизнесмены приходили в покаяние, чтобы Евангелие распространялось. Он говорит, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на Ниву. И я верю, я пастырь церкви, что Бог обеспечивает нужды своей церкви. Он покрывает наши нужды. И вы знаете, все наши нужды, они покрываются в основном изнутри церкви. И я вам честно говорю, у нас в церкви, ну, очень немного бизнесменов. И у меня с этими бизнесменами время от времени возникают определенные проблемы. Потому что у них есть тенденция заниматься больше мирскими вопросами, чем какими-то духовными. Мне постоянно приходится их вычислять и говорить, так, ребята, вы где? То есть, три недели я тебя не вижу в церкви. Что такое? Бизнес. Очень много дел. И Иисус говорит, не можете служить двум господам. Но эти люди, они говорят, я не служу деньгам. Ну, тогда начинай служить Евангелию. Все очень просто. И очень хороший пример – Ноя. Ной и Лот. Пример людей, которые выжили. Что вынес с собой Лот? Лот, который был довольно богатым человеком. Лот был очень богатым человеком. И что он вынес с собой из Содома? То спасся, как из огня, да? Ну, фактически, он и спасся из огня. Ничего не вынес. И Ной – это пример человека, который выжил. И он наследовал землю. Он наследовал все. Евреям 11, глава, 7 стих. Евреям 11, глава, 7 стих. 11, 7. Верой Ной получил откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ей осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. И у Ноя, что мы видим в жизни Ноя? Здесь написано, верой Ной получил откровение. Первое. Он получил откровение. Ну, это можете писать первое, можете не писать. Он получил откровение и предупреждение. И что он сделал? Он сделал то, что ему было сказано. Вы понимаете, да? И что для него стало спасением? То, что он исполнил, то, что Бог ему сказал. Он получил это откровение верой. Он принял его и он исполнил то, что Бог ему сказал. И он стал, и он был спасен. Теперь давайте мы с вами посмотрим второе Тимофею. Третья глава. Апостол Павел говорит о последних днях. И он говорит такие же слова. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы». Мы с вами говорим о последних временах. И здесь написано. «Люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Имеющий вид благочестия, силы же его, отрекшиеся, таковых удаляйся». В другом переводе написано. «Имеющий вид богослужения, силы его, отрекшиеся». То есть люди, которые имеют вид богослужения. Вы знаете, в своей жизни я видел много людей, которые имеют вид людей, которые служат Богу. Но на самом деле в их жизни нету силы. Иисус говорит, когда сойдет на вас Дух Святой, вы примете силу и будете мне свидетелями. То есть эти люди, они называют себя верующими, они имеют вид верующих, но они не имеют никакой силы. и мы видим прогресс, падение человеческой личности. И мы с вами живем в эти времена. И мы с вами должны быть внимательны, чтобы мы себя не нашли в этом списке. И я думаю, что некоторые из этих характеристик вы можете найти в своей жизни. Или я не прав? То есть я говорю это для того, чтобы мы с вами могли принимать правильные решения. Вы помните, мы говорили с вами о светильнике, который светит в темном месте. То есть в свете твоем мы видим свет. И когда приходит Божий свет, и Дух Святой нам показывает эти вещи, для чего? Чтобы мы с вами изменялись. Записали. Знамение конца описывается в трех Евангелиях. Евангелие от Матфея с 1 по 31 стих. 24 Матфея с 1 по 31. Евангелие от Марка 13 глава. Глава полностью посвящена последним дням. И Евангелие от Луки 21 глава. То есть все эти три места они дополняют друг друга. Марк 13. Марка 13 глава. Записали, да? И мы с вами говорили Матфея 24 глава. Первые два стиха. И Иисус говорит такие слова. И вышед, Иисус шел от храма и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне. Все будет разрушено. И в другом месте написано, когда увидите Иерусалим, окруженный войсками, знайте, что приблизилось запустение его. Бегите в горы. Я хочу вам задать один вопрос. Как можно бежать из осажденного города? Вы знаете, что многие иудеи пытались бежать с Иерусалима. Но Иерусалим был окружен стеною. Второй стеной была городская стена и была осадная стена, которую римляне окружили город. Они насыпали вал, они поставили стену, они на стене поставили башни, они вырыли окопы. И этот город, он был полностью осажден. И был приказ Тита, то есть до определенного момента было разрешение, ну, Иерусалиму было дано время, чтобы он мог остановиться и сдаться. Иерусалим отверг это решение. И Тит приказал всех беженцев, которые бежали с Иерусалима, распинать на крестах. И вокруг города были поставлены кресты, на которых распинали людей, которые пытались перебежать к римлянам. Единственное, кому удалось уйти с Иерусалима, это был раввин Яханан бен Закай. Его ученики вынесли его в гробу. И Тит разрешил ему, ну, они вынесли свитки Торы, они вынесли своего учителя, и он разрешил ему уйти в Ямнину. И он там открыл школу. И он является основателем раввинистического иудаизма. Вот того иудаизма, который есть на сегодняшний день, в какой-то мере он сыграл определенную роль. И насчет Яханана бен Закай есть очень интересная история. Эта история касается его смерти. Когда он умирал, возле него были его ученики. И он сказал знаменитые слова. «Передо мной два пути. Один путь вечной жизни, второй путь вечного проклятия. И я не знаю, по какому я иду». Я думаю, что Яханан бен Закай точно знал мессианских евреев, которые в то время в Иерусалиме были очень большой общиной. Я думаю, что Яханан бен Закай знал Иосифа Праведного, который был братом Иисуса или братом Иешуа по плоти и который был пастырем Иерусалимской церкви, который был убит незадолго до осада Иерусалима. Кто? Яков. Яков Праведный. Это очень интересная история. Его убили перед самым захватом Иерусалима римлянами. И Флавий, он говорит, что, по-моему, в иудейских древностях, что из-за смерти Праведного римляне обложили Иерусалим. Это был Божий суд за смерть Праведного. Яков Праведный. Эта история описывается у Евсевия Помфила в церковной истории и эта история есть у Иосифа Флавия. И что произошло? Город, окруженный войсками. Но Иисус сказал, когда увидите город, окруженный войсками, то знайте, что приблизилось запустение его. Бегите в горы. Но на самом деле было две осады. Первая осада, когда возникла Иудейская война в 98-м году, когда зелоты подняли это восстание, что произошло? Римский прокуратор Цестий из Сирии с несколькими легионами подошел к Иерусалиму и блокировал его. Римские воины построили черепаху и начали выбивать ворот. И в это время в городе было брожение. В то время еще была очень сильная партия первосвященников, и они хотели сдать город римлянам. И вдруг без какой-либо причины Цестий отдает приказ свернуть осаду и отступать. И римляне начинают отступление. За ними выходят зелоты и начинают их преследовать. И во время этого отступления, которое превращается в бегство, погибло где-то около пяти тысяч римских легионеров. То есть это отступление, оно превратилось в избиение, в бегство, и зелоты захватили осадные орудия скорпиона римские. Но что произошло еще в этот момент? Вся мессианская община из Иерусалима вышла и ушла на территорию современной Иордании в Пелу. И произошла вот такая вот вещь. После этого подошел уже весь пассиан, обложил Иерусалим и из этого города практически никто не спас. И через два года осада была закончена, город был захвачен, жители города частью истреблены, частью проданы в рабство. Во всех цирках Римской империи были бои гладиаторов, были зрелища, где иудеи были зрелищем. То есть на них натравливали животных, ну и так далее. То есть вот такая вот история была в 70-м году. И она буквально исполнилась потому, что сказал Ешуа. И сейчас у нас будет перерыв. Третий стих. «Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет и какой признак второго пришествия кончины века? Иисус говорил о разрушении Иерусалима. Но ученики спрашивают его, скажи, когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века? Иисус начинает отвечать. Он отвечает как бы даже на три вопроса. Первый вопрос о разрушении Иерусалима. Второй вопрос о втором пришествии и третий вопрос о кончине века. То есть он дает приметы. И с четвертого по двенадцатый стих он дает различные знамения. Он не дает какое-то одно знамение, он дает различные знамения. То есть множественное число. И четвертый стих. Иисус сказал им в ответ берегитесь чтобы кто не прельстил вас. Вы знаете в Библии есть один очень важный принцип. Если Библия о чем-то говорит дважды это важно. Но если Библия о чем-то говорит больше чем дважды трижды и так далее это очень важно. Иисус говорит смотрите чтобы кто не прельстил вас. вас. И об этом он говорит трижды в течение этой главы. И это как бы позвоночник всех пророчеств о втором пришествии. Смотрите чтобы кто не прельстил вас. Смотрите чтобы кто не прельстил вас. Я хочу чтобы вы записали один тезис. Всякое мышление противоречащее Библии это воображение. Всякое мышление противоречащее Библии это воображение. Мы с вами можем строить только на Библии. Есть очень много хороших книг. Но все эти книги должны проверяться по Библии. Все теории должны проверяться по Библии. Если вы будете строить на Библии вы строите на правильном основании. Потому что Бог говорит слово твое навеки утверждено на небесах. То есть оно имеет вечное основание. Поэтому пожалуйста изучайте слово. Пребывайте в слове. Насыщайтесь словом. И это слово оно будет открываться и действовать в вашей жизни. Это слово оно наполнено Духом Святым. Вы хотите чтобы в вашей жизни было помазание. Тогда пребывайте в слове. Это как сосуд наполненный елеем. Тогда в Библии написано что Господь пастор мой я ни в чем не буду нуждаться. Там есть такие слова. Он приготовил мне трапезу ввиду врагов моих. Умастил елеем голову мою. Чаша моя преисполнена. Он приготовил вам трапезу. Просто вкушайте это слово. В Библии написано что не хлебом единым жив человек но всяким словом исходящим из уст Божьих. То есть это то что даст вам жизнь и жизнь с избытком. Насыщайте словом. Пятый стих ибо многие придут под именем моим и будут говорить я Христос и многих прельстят. Здесь говорится о лжехристах или антихристах лжехристы. В еврейской энциклопедии упоминается примерно где-то около сорока. Но мы с вами живем в стране в которой было несколько антихристов. Но все вы помните Белое Братство. Но я сам киевлянин я мог это наблюдать воочию. Я вам скажу даже больше. Когда Кривоногов он же Иоанн Креститель вместе с Девой Марией она же Мария Деви Христос побывали у нас в церкви на служении. Это было где-то в 91 году на Краснозвездной 115. Приехали на Тойоте в Белых Балахонах. Было очень весело. Но мы наблюдали эту историю очень интересно. И вообще в истории было очень много антихристов. И второй антихрист. Я живу в Николаеве и Николаев прославился тем, что один из последних еврейских лжемессий родился в Николаеве. Его зовут Раби Менехем Мендель Шниерсон. Он родился в Николаеве. И его назвали Машиахом. Но после того, как его назвали Машиахом, он умер. И вы знаете, что хасиды, любавические хасиды, они ожидают, что он воскреснет. И они правильно ожидают, он воскреснет в конце. И я хочу вам зачитать некоторые из антихристов. Но самым грандиозным же мессией был Барковба. Его звали по-настоящему Симон бен Касиба. И в Талмуде в трактате Сангедрин описывается о том, как его признали Машиахом. И это восстание началось в 133 году, закончилось 135-м. И иудеи приняли его как освободителя, как царя и потом как Машиаха. И Барковба это титул. Это не настоящее имя, это титул сын звезды на арамейском. По пророчеству Валама, помните, встает звезда от Якова. То есть Кохба это сын звезды, это мессианский титул. И вера в то, что он истинный мессия породила самое грандиозное восстание за все время римского владычества над иудеей в 132-135 году. Восставшие захватили Иерусалим и удерживали его три года. Ценой огромного военного напряжения, собрав легионы со всей империи. Риму удалось победить восставших. Баркохба укрылся в иудейской пустыне. Возле Иерусалима была крепость Бейтар. И долго вел партизанскую войну, однако, так как восстание потерпело поражение, мессия его уже не считали и он погиб при защите Бейтара. Это было во времена римского императора Адриана. Не путать с киевским братом. И восстание было подавлено очень жестоко. И вот эта ошибка еврейскому народу стоила от 500 до 600 тысяч погибших. Его мессией назвал один из знаменитых еврейских учителей. Его звали Раби Акива. И вы знаете, что он сказал? «Если Бог медлит послать к нам мессию, мы поможем ему». И вы знаете, какая была поговорка у солдат Барковбы? Очень интересная поговорка. И в традиционном иудаизме этим очень сильно гордятся. солдаты Барковбы говорили такие слова. «Если Бог нам не помогает, пусть нам не мешает». Очень интересно, да? И вы знаете, как иудеи начали называть Барковбу? «Бен Казеба» «Сын лжи». Тоже титул, только антихрист. 8 веке в Персии объявился мессия по имени Абу-Иса аль-Аспагани. 8 век Персии объявился мессия по имени Абу-Иса аль-Аспагани. Абу-Иса аль-Аспагани. 8 век Персия. Он собрал армию численностью 10 300 человек и начал войну с властями. Армия была разбита, Абу-Иса погиб. Его приверженцы после этого утверждали, что он жив и прячется в пещере, чтобы прийти, когда наступит предназначенный тому свыше момент. То есть начали говорить о втором пришествии. Абу-Иса. 12 век. В горах Курдистана объявился мессия по имени Менахем Аль-Рой. У него нашлось много приверженцев в Багдаде. При попытке захватить город он был убит. Его приверженцы долго считали, что он обязательно воскреснет, чтобы спасти народ Израиля. 12 век. 16 век. Мессианское движение охватило евреев Италии, Германии и Испании. В основном оно связано с именем Давида Реувени. Он не объявлял себя мессией, но рассказывал о себе, что он является братом и послом Иосифа, царя десяти пропавших колен Израиля, который правит далеко за горами в районе Индии. Индия здесь следует понимать фигурально в краях неведомых. Так как существовало поверье, что с приходом мессии найдутся десять пропавших колен Израиля, то появление посла царя этих колен сочли признаком приближения мессии. В конце концов, его арестовали, и он умер в тюрьме. 17 век. Очень интересный, ложный мессия. Чем он интересен? Он пришел в 1666 году в Восточной Европе после войн Богдана Хмельницкого, когда после очень грандиозных еврейских погромов в еврейской среде было такое очень серьезное мессианское настроение. И появился мессия. Его звали Саббатай Цви. Слышали? Саббатай Цви. Шаббатай Цви. И в этом случае мессианское движение захватило все еврейские общины в Восточной Европе. Собирали очень большие пожертвования. В 1666 году слухи о нем дошли до султана. И вы знаете, чем интересен Саббатай Цви? Он объявил, что когда он высадится в Стамбуле, а Израиль в то время находился под властью турков, турецкий султан передаст ему власть, и наступит мессианское царство. Что произошло? Евреи Турции, Стамбула, они очень испугались, чтобы его появление в Турции не вызвало гонения на евреев. И они пошли к властям и рассказали об этой истории. И султан хотел его казнить, но ему посоветовали обратить его в ислам. Ну и сказали, что если он его казнит, то это сделает мученика за веру, и у него будут последователи. А если он обратится в ислам, то все станет на свои места. И вы знаете, Саббатай Цви принял ислам, но и после этого у него остались последователи. Многие его сторонники последовали за ним, приводя мистические обоснования такого рода поступку. Даже после его смерти некоторые его приверженцы продолжали верить в будущее воскрешения Саббатая Цви. Те, кто приняли ислам, образовали отдельную секту внутри ислама, и она продолжала ожидать воскрешения Саббатая Цви вплоть до середины XX века. Ну и в этом движении было еще одно такое направление. И направление было такое. То есть вот эта вот секта Саббатая Цви, она отличалась такой очень большой развращенностью. И они учили, что чем больше грешишь, тем больше благодать. И для того, чтобы грех потерял силу, то есть нас, ну как бы, грех задавить грехом. Но на самом деле это глупость. Да. В XVIII веке дело Саббатая Цви продолжил Яков Франк. Он продержался недолго, и вслед за своим духовным учителем Саббатаем Цви изменил вере. Правда, он перешел не в ислам, а принял католичество. Этот, кажется, был просто мошенником. По крайней мере, его долго не использовали в пропагандистских целях, а потом заряд неблаговидных поступков заключили в Дальний монастырь, где он и умер. В XVIII веке в Польше, Галиции и по всей Восточной Европе возникло новое движение хасидизм. Его сторонники убеждены, в скором приходе Мессии, правда, ни о ком конкретно они не говорили, по крайней мере, открытым текстом. Есть достаточно намеков, что последователи... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова